Декабрьский номер, журнал «Уральский следопыт», «Ольховское озеро», Николаев Илья, фото Эдуарда Катыгина. Малая родина человека большой души. В этих красивых местах, в селе с эридическим названием «Ольховое озеро», родился будущий бесстрашный разведчик, руководитель антинацистской организации в Гитлеровской Германии Николай Бушманов. Его группе удалось организовать побег из немецкого концлагеря, где шли разработки крылатых ракет знаменитому Михаилу Девятову, захватив бомбардировщика. Ольховское озеро находится примерно в 50 километрах от Шадринска по водороге на северо-восток. Своё название село Ольховское озеро получило от расположения при озере, окружённом непроходимым ольховником, до которого в настоящее время остались одни только пни. По сведениям ревизии податного населения, проводимого в 1719 году, в этой деревне было всего 10 дворов. Но главы семей двух дворов носили фамилию Бушманов. В самом начале XIX века, когда родился сын в семье Бушмановых, это село принадлежало Ольховской области Шадринского уезда Пермской губернии, ныне Шадринский район Курганской области, и в нём проживало уже более двух сотен семей. Все прихожане села чисто русские, православные, единоверцы и раскольники. Всего числятся 1567 душ, из них 235 душ, уклонившихся в раскол. Жители села и соседних деревень занимаются главным образом земледелием и отчасти выделкой колёс и мелкой торговлей. Первая деревянная церковь в честь воздвижения Креста Господня здесь была построена в 1840 году. Без разгоревшего деревянного храма в 1873 году был заложен настоящий каменный храм. В 12 лет Коля закончил церковно-приходскую школу и до 1917 года работал писарем в сельской управе. После революции управы переименовали Реввоенсовет, а в остальном в деревне ничего не изменилось. Но когда в Гражданскую пришли белые, то всех членов Реввоенсовета на всякий случай решили сжечь. Молодому Николаю Бушману удалось сбежать в Шадринск, где в феврале 1918 года он записался добровольцем в Красную Армию. Так началось становление будущего разведчика, сохранённое в истории Победы. Сейчас на родине Николая Степановича в бывшем селе Ольховское озеро безлюдно. Последние жители уехали несколько лет назад, но по-прежнему над полем возвышается Белая Церковь, где ещё мальчиком учился грамоте и пел в хоре Николай Бушманов. Рядом старый памятник неизвестному красноармейцу. А вдоль берега озера здесь теперь гнездятся белые журавли, в которых, как поётся в песне, превратились души наших павших солдат.